Мы, друзья, в аэропорту Сан-Франциско встречаем Лену, которая прилетела, я так подозреваю, из Петропавловского-Камчатского, через Москву. Через что еще летели? Через Нью-Йорк еще. Ну, как там в Нью-Йорке? Обыкновенно, хорошо. Лена, хочу вас спросить сразу. В Петропавловске-Камчатске, там много таких девушек симпатичных, как вы? Много. То есть еще есть? Еще есть, да. Поэтому те зрители нашего канала, которые интересуются девушками симпатичными, должны знать о существовании Петропавловска-Камчатского. Да, 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 обратить на это внимание. А там девушки, они как рыбалкой занимаются, грибы собирают, что там? Какую собирают. Есть такое? У нас скоро белые будут. Сейчас дожди пошли, скоро будут белые. Все, значит, хорошо. Вы хорошо видите белые там различают? Да, 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 да. Все, как положено. Так. Ну, хорошо, вы выиграли в лотерею. Да. За вас подруга на вас сыграла. Заполнила бумажки. И вы с первого раза. С первого раза. Но вы не удивились, не огорчились там? Ну, немножко удивилась. Мама ваша что сказала? Счастья пожелала. То есть мама как бы подобная. А тут рядом же, через океан все это. Если через Москву не лететь, то... Так, чем вы собираетесь заниматься в американской жизни? Ну, пока планирую учиться в вашей школе. А до этого чем занимались? Бухгалтером работала. А у вас там на Камчатке бухгалтером компьютер дают? Конечно. И в интернет подключают? Обязательно. То есть все как вот в Европе? Естественно. Очень мы продвинутые там в связи с отдаленностью. Куда вы едете в отпуске, если вот у вас отпуск там, например? Куда мы едем? На Черное море. Ой-ой-ой, так далеко. Конечно. А куда еще? Ну, я не знаю, в Таиланд. В Таиланд. Практикует Таиланд, конечно. И Китай. Остров Санья. Остров? Санья. Нормально? Да. Отличный остров. Это где-то в южных морях, да? Это китайская народная республика. Да. Ну, это теплые моря какие-то. Да-да-да. Это рядом с Таиландом. А, окей. То есть, не ближе к Владивостоку, а вот в ту сторону. В Вьетнам еще любят у нас ездить отдыхать. Как там в Вьетнам? Да, хорошо. Хорошо. Маленькие. Да. Нация мелкая. Очень душевно, тепло. Наверное, в восторге видят вас и говорят, ох, какая. Есть такое? Как вы летели? Слушайте, вы же так долго летели. Ну, сложно, конечно, тяжело, естественно. С Петропавловской до Москвы 9 часов. И с Москвы до Нью-Йорка есть. Тяжеловато. Ну, нормально. А между полетом одним и другим вы что делали? В Москве было двое суток. Отдыхала, естественно, с друзьями. Ну, то есть, вы пошли на Красную площадь? Нет, нет, нет. То есть, в мавзолей не ходили? В мавзолей нет. Это еще в детстве прошли мавзолей. Правда, я ни разу не был. Ну, ладно, так. Родители водили. Так. Так, с друзьями общаются. То есть, у вас в Москве друзья есть? Да. Тоже бухгалтеры? Нет, не бухгалтеры. Как вы? Работники. А где вы учились? Училась в Академии внешней торговли. В Москве? В Москве. А, это уже как бы после высшего образования. Почему? Да, есть высшее образование. Да. В наше время, знаете, люди заканчивали какой-нибудь технический вуз, а потом учились там годик-другой в Академии внешней торговли и уже работали где-то во внешторго всяких таких, в охранпоставках. А, у нас, получается, после школы первое образование высшее. То есть, вы учились в Москве? Да. Так вы наша, московская. А что же вы, не остались в Москве обратно? Да. Родина зовет. К вулканам вас потянуло? Да. А вы на вулканы там ходили, на Камчатке там ездили? Да. Так, ездили. А иностранцев сейчас пускают там туристов? Очень много. Раньше не было, правда, при коммунистах-то не пускали? Ну, при коммунистах, конечно, закрытых же было. Так, а сейчас? А сейчас пускают. Очень много у нас туристов. А военных? Много там прапорщики какие-то бодрые там? Да, но они в закрытом городке в Велючинске. То есть, практически от девушек изолированы? Да. Что-то здесь типа. Понятно. Вы военных тайн-то не раскрываете, мы тут не то, что нам интересно, но так на всякий случай. Там мой чемодан приехал. Приехал? Да. Давайте возьмем его. Проехал. Проехал. Давайте возьмем ваш чемодан, покажите его пальцем, где он. У нас еще из Петропавловска, Камчатка. Даже вообще с Камчатки никого не было. Теперь я буду первооткрывателем буквально. Как там на Камчатке народ играет в лотерею или это скрывает? Играют, играют. То есть, нет такого, чтобы вот люди осуждали, говорили бы, зачем тебе у нас и так вот рыба есть, икра есть там. Нет. Водка. Водку пьют у вас там? Конечно. От души или так вынужденно пьют? Во всяком. Окей. Так, давайте я схвачу. Раз. Уи-и-и. Так, сейчас милочку, у нас там положено снять. Стойте там. Это чемодан или бумажник? Чемодан. Косметичка. Косметичка. Ну, то есть, вот один чемодан на целую Лену. На целую Лену. На целую Лену. А что вы с собой? А, кстати, вот там спрашивали, у вас с собой есть простыня? Нет. Ну, ладно. Там найдется. Я думаю. Мы всегда паркуемся на крыше пятиэтажного паркинга в аэропорту Сан-Франциско. Вот вы видите Лену. Тут шумит какая-то труба жуткая. Я отошел подальше, меньше шума было. Вот сейчас Лена нажмет кнопочку, она следит за нашими видео. И вот она раз кнопочку нажала и отправляется в новую жизнь. Ура! 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 Ура!